добрый день дорогие друзья в этом видео я хочу поговорить об угловой купели для бани модели goodwood spa и обсудить с вами такие вопросы как ее привести и установить какие коммуникации нужно подвести какие дополнительные опции можно установить в данную купель ее конструкция а также о том сложно ли за ней ухаживать по поводу вопроса как ее привести в принципе существует два варианта первые варианты если вам позволяют дверные проемы вы можете ее привести уже в готовом полностью собранном виде второй вариант это сборка купели непосредственно на месте что касается первого варианта то есть купель привозится полностью в собранном виде лестница она идет отдельно она снимается также сейчас здесь сняты смесители чтобы они в дороге не поломались сама купель упаковывается и приводится в готовом виде а перенести ее могут примерно 3-4 человека то есть весит она порядка 100 килограмм достаточно не тяжелая но самое главное чтобы вам позволяли дверные проемы поэтому обращайте внимание на габариты а если вдруг у вас дверные проемы узкие да уже сделаны скажем стандартная дверь это где-то 80 сантиметров шириной то мы можем изготовить такую купели прямо внутри вашего помещения что нам нужно для того чтобы изготовить купель внутри помещения ну во первых нам надо само помещение чтобы в нем была температура выше 15 градусов иначе нельзя сваривать полимерную чашу также нам необходимое естественно электричество примерно 45 киловатт мощностью 220 вольт и также пространство да то есть если мы говорим о купелях то нам надо примерно еще один метр от габаритов купели пространство да то есть мы совсем маленьком помещении не можем собрать то есть нам надо примерно один метр от ее габаритов на что можно установить данную купель можно устанавливать принципе на любую горизонтальную ровную поверхность это может быть и дерево и плитка самое главное чтобы поверхность была без уклонов почему не должно быть уклонов потому что чаша тогда будет стоять под уклоном и не будет неправильно распределяться нагрузка от воды поэтому такие два условия первое это ровная поверхность второе поверхность должна быть без каких-либо заваливаний и уклонов какие коммуникации нужны и где коммуникации вывести это как бы такой постоянный вопрос ну и в принципе он справедливо постоянный то что такое живый трепещущий да ну как и любая ванна первые два это канализация и подвод воды третье это если у вас дополнительные опции установлены такие как гидромассаж там подсветка дачи температуры хромолампы то нужно еще вывести какую-то розетку да куда можно подключить будет купель естественно розетку нужно запитать через узо куда выводить все коммуникации если мы говорим про угловую купель то слив нужно выводить диаметром 50 миллиметров это стандартная канализационная труба если вы не хотите чтобы его было видно то нужно его ставить за габаритными размерами купели примерно на 10-15 сантиметров да то есть это может быть либо этот угол либо тот угол купели именно внешне да чтобы в случае чего если вас там какая-то протечка вы могли снять там облицовочные планки да и там поменять резиночку ну или там из-за чего может там произойти протечка да поэтому либо с одного края либо с другого отступайте 10-15 сантиметров и делаете там канализационную трубу если она вас стоит снаружи принципе неважно тогда мы выводим отсюда гофрированный шланг вы его подключаете либо к нему трубу удлиняйте в то место где у вас уже идет сама сливная труба либо если где-то рядом ну втыкаете его в слив и в принципе все как происходит налив воды можно как и ванной делать двумя способами первый способ это вы где-то на стене вешаете смеситель да то есть у вас стоит излив душевая лейка и это все стоит на стене второй вариант и он часто скажем так пользуется спросом это когда мы смеситель устанавливаем на борт купели да то есть мы его можем расположить принципе в любом абсолютно месте но как правило выбирают именно прямую часть это либо слева либо справа и здесь на деревянном борту мы ставим смеситель мы ставим душевую лейку и переключатель горячей холодной воды и переключатель душ лейка ну и вот это по поводу как можно наполнять купель если мы врезаем сюда смеситель то соответственно нужно вывести два ниппеля до снаружи резьбой под горячую холодную воду и желательно где-то на стене чуть ниже купели под между самой чашей и между стеной там будет пространство порядка семи сантиметров и как раз в этом пространстве и прокладываются все коммуникации да то есть не стоит делать слишком их высоко потому что придется на шланги загибать да но где-то вот на половине высоты купели это сантиметров 70 от верха да можете примерно ориентироваться 50-70 сантиметров выводить два ниппеля под горячую холодную воду тогда просто гибкими шлангами подключаетесь и никаких проблем нет ничего не видно в случае чего вы купили можете отодвинуть да но как видите она не такая тяжелая особенно если ее просто двигать вы можете отодвинуть ее от стены и если есть какая-то протечка да ну опять же поменять резиночки либо подтянуть соединение если у вас установлены дополнительные опции в купели и вы выводите провод то его необходимо вывести на любой стороне опять же где-то отступая от стены сантиметров 10-15 там выводите провод и тогда уже им подключаетесь к нашему проводу до который мы выведем вам от самой купели то есть не надо выводить это по центру купели все делайте все коммуникации примерно где у вас будет расположен вот этот деревянный борт туша под ним очень удобно пускать но абсолютно все коммуникации поговорим немного о конструкции угловой купели в основе лежит это чаша из полипропилена ультрафиолета стойкой толщиной 8 миллиметров есть оребрение ребра жесткости пластиковые снаружи сделан деревянный борт из массива либо лиственницы либо кедра дула термоясине все зависимости от того какое дерево вы выберете также есть облицовочный планкен и пояса эти пояса они полностью декоративные они нужны для того чтобы скрыть саморезы на которые прикручены облицовочные доски подтягиваются они при помощи толрепов которые находятся с внутренней стороны купели сама купель стоит на утеплителе 15 сантиметровом и уже в утеплителе сделан паз через который как раз и выводится слив вот это также дает дополнительную теплоизоляцию каких конструкций размеров бывают угловые купели мы в принципе можем сделать любые размеры но есть два стандартных типовых размера если вы хотите приобрести купель просто для контрастных процедур чтобы наполнять ее холодной водой туда окунаться и сразу влазить то в принципе большая купель вам не нужна вам потребуется радиус где-то метр двадцать у этой купели полтора метра радиус то есть хватит метр двадцать чтобы туда залезть и вылезти если вы хотите эксплуатировать ее еще немножко как купель джакузи да то есть поставить там сиденье поставить гидромассаж аэромассаж стоп ног там подсветочку поставить то есть когда-то когда принимаете скажем баню для охлаждения наливаете холодной водой окунулись а потом хотите добавить горячей воды и уже применять ее как джакузи тогда радиус лучше брать полтора метра здесь будет стоять такая перегородка стенка до сиденья под сиденьем как раз размещается гидромассажный насос компрессор аэромассаж ну и принципе все другие опции до сиденья нас герметичная вот поэтому если вы хотите использовать ее как контрастной процедуры рассматривайте размера радиуса метр двадцать если хотите рассмотреть еще также как джакузи то берите радиус полтора метра как раз как вот данная купель данная купель она нужна для контрастных процедур то здесь нет никаких дополнительных опций здесь есть слив есть налив и в принципе все достаточно она просторная я считаю для контрастных процедур то здесь может поместиться порядка трех человек взрослых спокойно поэтому его уже можно использовать как такой вот мини бассейн да если вы хотите как для одного человека и сэкономить пространство то берите купель поменьше то есть туда меньше наливается воды экономите воду до быстрее наливать сливать ну и вот и занимает меньше места по поводу того какие опции можно поставить ну как я говорил есть гидромассаж можно поставить гидромассаж спины и икр ног можно поставить аэромассаж который будет массировать ваши стопы да в отличие от круглых купелей мы где мы делаем аэромассаж по кругу форсунки в угловых купелях мы делаем форсунки под стопы ног чтобы поставили стопы и пузырьки воздуха да именно массировали ваши стопы также можно поставить датчик температуры чтобы посмотреть, какая температура воды в купеле, и подсветка. Подсветка, она очень хорошо видна, особенно если вы приглушите свет в самой комнате. По поводу того, как в нее залазить и как вылазить, есть в принципе три основных варианта. То есть могут быть пластиковые ступенки внутри и снаружи нержавеющая лестница. Это как бы такое решение занимает минимум места. Можно сделать так, пластиковые ступени, а снаружи поставить деревянную лестницу, но она уже занимает намного больше места. И третий вариант можно скомбинировать. Снаружи поставить деревянную лестницу, а внутрь опустить лестницу из нержавеющей стали. То есть это в принципе такие три основные варианта. Это либо лестница из нержавеющей стали, либо деревянная лестница, либо комбинация нержавеющей лестницы и деревянной лестницы. Уход за данной купелью он элементарный и ничем не отличается от вашей ванной, которая установлена у вас в квартире. Вы сливаете воду и потом любой тряпкой без абразива протираете саму чашу, ну и в принципе это весь уход. За деревом, естественно, тоже должен быть уход, это где-то раз в полгода, в год можно обрабатывать ее маслом, либо слой лака наносить, ну и вот кто как хочет, то есть кто-то покрыл маслом, можно продолжать открывать маслом, если вы покрыли лаком, то периодично, периодично покрывайте лаком, ну чтобы она у вас продолжала как бы блестеть и несла такую защитную функцию. По поводу того, какого цвета, какого дерева может быть купель, цвет мы делаем два стандартных, это светлые и темные венги, можем покрасить также купель в индивидуальный цвет, то есть если вы дадите нам масло, которым вы или там краску, которую вы покрывали внутри помещения все, мы ей покроем и купель. Из основных пород дерева, которые мы применяем, это лиственница, кедр, дуб и термоясень, ну и соответственно они все вот так по цене, сначала самая бюджетная это лиственница, самое дорогое это термоясень. Что касается системы слива, то есть как вы знаете, система слива в ваннах есть трех видов, ну и самая простая это цепочка с пробкой, а второе это полуавтоматический и автоматический слив, да, то есть либо когда мы нажимаем и пробка подскакивает, либо когда мы поворачиваем перелив и у нас тоже пробка поднимается. В купелях, поскольку здесь очень много воды, два варианта полуавтомат и автомат, они могут работать со сбоями, да, то есть в принципе они работают, но периодически заедают, поэтому сейчас мы рекомендуем, мы вешаем цепочку, делаем резиновую пробку, это как в ванной, то есть такой самый простой способ, потому что воды много и полуавтомат или автомат могут просто не сработать. По поводу наполнения купели водой, как правило мы всегда используем в наших купелях смеситель Vega Onda Luxe 4, да, состоящий из четырех элементов, это лейка, сам излив и переключатели горячей холодной воды и душ лейка. Данный смеситель нам нравится тем, что он выполнен в виде водопадика и лейка, она тоже симпатичная, вытягивается из борта, можно ополоснуть купель и поставить ее обратно. В данной купели, то есть здесь уже все отверстия сделаны для установки всех элементов, но сам смеситель снят, потому что будет доставка, чтобы не повредить, ну и вот это все мы как бы сняли. В принципе, можно установить абсолютно любой смеситель, такой как в ванной, да, то есть здесь врезать его в борт, ничего сложного, да, сверлится коронка и отверстие, куда потом, в принципе, и подключаются эти изливы и смесители. По поводу внутреннего пространства, напоминаю, что данная купель наружным радиусом это метр пятьдесят, внутри метр тридцать, глубина чаши метр десять, общая высота примерно метр тридцать. Если опять же использовать эту купель просто как для контрастных процедур, для холодной воды, ну как видите, места здесь очень-очень много, да, то есть это такой даже такой мини-мини бассейн, да, то есть здесь поместится еще там два-три взрослых человека, поэтому если для контрастных процедур, мое личное мнение, это можно взять радиусом и поменьше, да, потому что залезли, окунулись, из нее вылезли. Ну и вот, но чтобы у вас было примерное понимание по размерам, много это или мало, ну вот смотрите, да, во мне примерно 80 килограмм, ну и я здесь как бы спокойно помещаюсь. Все такие купели мы всегда делаем по индивидуальному заказу, то есть каждую купель мы собираем всегда под клиента и расположение всех опций, ее размеры и любые ваши индивидуальные требования всегда учитываются в каждом нашем заказе. Поэтому пишите, какая купель нужна именно вам, мы вам ее обязательно изготовим. Если в дверные проемы она не помещается, мы соберем купель прямо внутри вашего помещения. Самая большая купель, которую мы собирали внутри помещения, была диаметром 3 метра 20 сантиметров, поэтому такие вот небольшие купели, ну мы как с нашим опытом это как бы легко соберем и как правило на объекте это занимает примерно один день, потому что все основные работы, все подгонка проводится внутри цеха, единственное, что швы не провариваются, потом все это разбирается, доски нумеруются, приводятся к вам на объект и как правило в течение одного дня купель полностью собирается, если у вас есть вода, мы ее наполняем, испытываем, показываем вам, что все хорошо, ну и в принципе, то есть закладывайте примерно один день, максимум два на сборку купели внутри вашего помещения. Все ваши вопросы пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал, звоните, пишите, будем рады ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Гудвуд. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью. Смотрите другие видео о наших купелях Гудвуд на нашем официальном YouTube-канале. Звоните нам прямо сейчас по телефону 8 499 444 9015 и заказывайте горячую купель Гудвуд. Если у вас остались вопросы или хотите посмотреть другую продукцию, которую мы выпускаем, то переходите на наш сайт aquaholt.ru либо пишите на наш официальный WhatsApp 8 495 675 8999 Субтитры сделал DimaTorzok